Мой вопрос следующий. Как долго еще смогут... Так, перечислил, красивый, но это прям вот просто влияю на то, на это еще тонизирую, как шампунь. И надо еще сказать, что я придаю блеск. Так, да-да. Мой вопрос следующий. Как долго еще смогут протянуть в условиях самонадеянного вассалитета перед Китаем? В условиях притянуть, в условиях самонадеянного вассалитета. А я думал, как это назвать? Самонадеянный вассалитет. Потому что я написал в посте просто вассалитет, а это самонадеянный. Но это вообще немножко другое слово. Не при дамах. Тут другое слово надо было бы сказать. Ну что, фантастическое качество интеллектуальное правительство и, ну, тоже это все-таки крупные слова, ну, вот, в общем, временных хозяев жизни в том, что между разными вариантами они выбирают наихудшую. То есть, хуже варианта, чем стать вассалами Китая, вот лечь под Китай, вот хуже. Разные варианты были. Ну, много. Самостоятельный путь развития и развитие собственной экономики, хозяйства, бизнеса, свободы личности. Один вариант был. Второй, ну, прямо да, ну, можно было то же самое, но под Западом. Второй вариант. Третий еще какой-то. Вот много было вариантов, но выбрали самый чудовищный, бесповоротный, ужасный и так далее. Это лечь под Китай. Китай, который стремится, реально стремится к мировому господству. Только не как там, что-то переходить границы и воевать. Это он еще успеет, и это будет. А тихой сапой внедрять миллионы, миллионы своих везде следить в науку, в искусство, в высокие технологии учиться, следить, воровать, перекупать и так далее. Просто кварталы. В Италии, в моей любимой, особенно на севере Италии, под Миланом, там мелкие города полностью китайские. Чудовищно. Посмотрите на наш Дальний Восток. Ну, наш, ну, я, ну, наш, но пока наш. Понимаете, это чудовище. Ясно, что если на одной стороне реки плотность тысячи или десять тысяч, а на другой два человека или один, ясно, что однажды это что-то случится. И надо укреплять. Не здесь. Что укреплять? Вы от кого будете? От Бельгии укреплять? От Чехии укреплять? Вот где надо укреплять позиции. Ну, вот где надо. Там надо укреплять. Потому что оттуда же орды идут. Понимаете? И, конечно, это такая вот, да, такой улуз, такой улуз. И вот все присматриваются к будущему или полунынешнему полуулусу, да, то есть посмотреть, как у них тут, у них что тут, как. И выдать ярлык на великое княжение, на великое княжение, и как Александру Невскому, который давил в крови восстание русских людей, русских людей убивал. От него брат Андрей. Брат Андрей от Александра Невского, его брат родной, скрывался в Швеции. Вот до чего дошло. А они из него герои делают. И вот то же самое. Потому что главная его власть. Главная власть. И отсюда сотрудничество с Ордой и прочее, которое, естественно, не в интересах российских людей. Они так, они всегда говорят, суверенитет, суверенитет. Ну, какой же суверенитет, если ложиться под Китай? Замечательная идея. Только что китайский вирус убил, продолжает убивать миллионы людей по всему миру, в том числе в России. И вот так целоваться. Ну, это безумие. Абсолютно безумие. Это... Но здесь что оптимизм внушает? У нас настолько все, как и у них в Китае. В Китае некачественно, но технично. А у нас еще и некачественно, еще и не технично. Поэтому даже, я думаю, что наша... Ну, не наша, конечно, а вообще их работа вассалами, полурабами Китая будет такая разгильдяйская. Ну, такая разгильдяйская. Что у них ничего не получится в сисьерьезе. В сись... Вот это как раз, да? Это надежда. Это надежда, вот как компас земной у Пахмутовой. Надежда. Может быть, конечно, китайцы возьмут прямо вот, только вот возьмут, что это станет чем-то таким. Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Во всяком случае, тенденция чудовищная. Она и была все эти годы. Я же об этом каждый год говорю постоянно, что это огромная проблема. Все. Это, внимание, это мировая проблема. Потому что Китай хочет съесть все. Не только Россия, просто Россия вблизи, да? Китай хочет съесть и другие, и Казахстан, и даже Европа, и США. Он подъедает по-своему. Это своим методом. Но здесь просто уже такая лафа. Просто лафа. Но я думаю, что мы... Я надеюсь, что мы сможем... Я скажу так. Я надеюсь, что мы подведем Китай. Я думаю, что просто... Не в смысле даже кинем, хотя кидал. А просто подведем по... Условно. Сделано. Мы сделано. И... А, не сделано. Опять типа... Алё, ну это сделано. Ну, конечно, сделано. Конечно, сделано. А ему это... Ну, нет. Алё, ну вы сделали уже, так сказать, порой. Ну, как же мы сделали? Естественно, сделали. Поэтому вот только на это надежда. Только надежда на наши настоящие традиции, на исконные вот эти... Ну, вот что они... Не сделано. Вот, не так вот. Да. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...